Музыка Музыка Я понимаю, что вы волнуетесь, понимаете, но давайте знаете, с чего начнем? Сегодня будет разговор о том, о вокале, и я бы хотел, чтобы вы для затравки окопельно вот один кусочек исполнили. Пожалуйста, все что угодно. Ой, ну, добрый день. Спою я песню в украинской мове за лесами и хорами. Немножко кусочек. Одинку, блин. Спасибо. Ну, а теперь давайте, как я вас всегда называю, главные чиновники культуры Витовского района. У нас сегодня разговор о вокале в вашем районе. Мы будем в основном говорить с Таней. Я хочу, чтобы вы представили и рассказали более подробно и о ней, и о ваших вокалистах вашего района. Пожалуйста. Хочу сказать, что Витовский район, разумеется, богат талантами и богат вокальными талантами. В нашей, в сфере культуры представлены такие вокальные жанры, как академическое пение, ярким представителем которого является Таня Дубчак и ее ученики. Народное пение, эстрадное пение, автентическое пение. Вот. И сегодняшний разговор мы поведем все-таки о классическом пении, об академическом пении, о том, как Татьяна, собственно, пришла в это направление вокальное. Насколько я знаю, Татьяна окончила музыкальное училище. Николаевское музыкальное училище. Это, собственно, кузня талантов, кузня профессионалов, которые поднимают культуру нашей области. И, оказавшись в селе Первомайское, Татьяна стала садить свои зернышки академической культуры, академического пения у себя на селе. И хочу сказать, что уже мы видим ростки, которые дали эти зернышки, и мы видим результаты, которые показывают как Татьяна, так и ее ученики. И апофеозом на сегодняшний день, апофеозом творческой жизни Татьяны является сольный концерт, который будет проходить 15 июля в летнем дворике Николаевского академического российского драматического театра. 19 часов. Вы это обязательно повторите в конце передачи, чтобы зрители не забыли, да? А сейчас передадим слово Сергею Николаевичу. Хочу зазначити, что Татьяна Добчак є визитівкою Вітовского района. Вже так склалося, что у сельской местности более традиционным есть вокал сам в народной манере. Адже, безусловно, велика кількість у минулого были народные хоровые коллективы. А академический вокал – это своеродная родзинка, потому что он сложный для того, чтобы его воспринимать, он сложный для выполнения. И нам надзвичайно приятно, что в нашем Вітовском районе, в детских музыкальных школах, есть направление академический вокал. И одним из яскравых представителей его является Татьяна Добчак. Смотрим сюжет? Смотрим. Давайте. Милый Покис, вы первый приз, сумели заслужить. Из неба то, и до глухоток, и злобочек улучшить. Похоже, нежно на луке, и ложка на журчоке. Волос вето чистый, и голод теплеский. Милый Покис, вы первый приз, сумели заслужить. 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 Таня, востребованность академического пения. У слушателей, у населения даже вашего района или даже конкретно в вашем селе Первомайское, кто слушает вас? Что они говорят? Я хочу сказать, что слушают абсолютно все. У нас сначала новинка такая была именно в нашем селе. Может, сначала как-то было необычно. Люди привыкают, мы как-то растем, выступаем. Я, мои дети, мои ученики, непосредственно мой сын. Я думаю, что людям нравится. Таня, ну вот ходила, усилия кажут, да? Пела на сцене самодеяльности украинской песни, да? А как это появилось, что сразу опа и захотела на 10 этажерок выше подняться? Я хочу сказать, что очень много лет назад к нам в село Заселье, в ПГТ Первомайское, приехала с Одессы преподаватель Вера Васильевна Моисеенко. Я тогда была уже в третьем классе общегоразовательной школы. И я пришла, записалась, ходила, занималась. Я очень хотела заниматься. И будучи уже в шестом классе, у меня появился голос. Голос. Голос, да. Вот занималась, занималась и дозанималась. Вот. И я стала... У девочек нет же мутации голоса. Но что-то же происходит, наверное, да? Немножко. Немножко есть. Вот что-то произошло. Вдруг раз и появился голос. Появился голос. Голос такой настоящий. Я принимала участие везде. В концертах, в конкурсах. Ну, вот как бы так. Потом поступила в музыкальное училище. Закончила его. А примеряла себя на большую сцену, на оперную сцену? Да. Это моя мечта. Это моя заветная мечта была с самого детства. Ага. Вот. И идем к мечте. Ну, раз мы коснулись. Давайте сейчас посмотрим фотографии. Нам сейчас покажут и прокомментируют так, небольшой такой микс. Пожалуйста. Это я в нашем Доме культуры ПГТ Первомайской на сцене. Ну, это тоже. Это концерт Витовской администрации, посвященный Дню Конституции Украины. Это музей Верещагина. Социокультурная акция ко Дню музыки ежегодно проводится в нашем районе. Ну, это здорово, что музей Верещагина часто предоставляют... Каштановый скрир на советской День незалежности. Сколько платьев разных, а? Ряды, да. Наверное, там муж вообще страдает от этого, да? Муж всегда помогает и поддерживает Татьяну. Какая красавица, да? Платье потрясающее. Очень, очень красивое. Это в театре. Вот как будто бы я слышу ваш голос. Вот хорошо, что мы в начале передачи вы акапельно спели, а теперь как будто бы слышу вот ваш голос на эти немые фотографии. Так, ну что ж, немножечко разобрались. Ну как, еще не очень. Все-таки что для вас сейчас вот пение и, может быть, ваши ученики. Понимаете? Вот каким это образом вы преподаватель? Вы видите, что это дело? А они, эти детки, которым вы преподаете, они, может быть, не знают всех народных артистов Украины, певцов нашей украинской оперы. Правда же? Ну, возможно. Возможно? Я хочу сказать, что вот мои ученики, которые уже закончили музыкальную школу и учатся, вот Вова Порубайло в Одесской консерватории, и Настя Федоренко в Киевской консерватории, они уже вышли на большую сцену. Вот они питали, все знания питали, которые мы могли дать музыкальная школа им, они все очень качественно питали в себя и видим сейчас очень хороший результат. Хорошо. Да. А вот когда вы берете ученика, ну, в музыкальной школе же не все будут потом оперными певцами и певицами, правда же? Да. Как вы относитесь к деткам, которых вы знаете, точно не очень все получится? Знаете, есть такие детки приходят, нотку вообще не слышат, и вот ничего, мы сидим занимаемся, добиваемся хорошего результата, и дети потом выходят на большую сцену, сначала на маленькую, потом делают большой шаг и выходят на большую сцену. Ну, это влияет какой-то на жителей вашего села каким-то образом? Конечно. А каким, вот скажите, изнутри? Конечно. Знаете, наши жители села, они видят рост наших детей, они ходят на концерты, они их всячески поддерживают. Ну, то есть, помощь их как зрителей нам очень важна, как выступающим. Вот поэтому... Ну, а в районе, если продолжить этот разговор, говорите? Хочу зазначити, что готуючи різноманитные социокультурные проекты районного уровня, мы с Катериной Александровной користуемся правилом, чтобы показать різноманитие направленностей. Народная манера спела, эстрадная манера, академическая манера. И вот безпосередньо Тетяна Довча с ее сыном Олександром Десятником и яскравыми представниками цієї академической манеры. Без их участия майже не вибухається жодне районне свято, жоден районний захід. Вони надзвичайно часті гості у Вітовській районі Державній адміністрації на святах до червоних дат календаря. Осказимось щойно недавно Вітовський район святкував День Конституції і Тетяна була окрасою цього концерту. Хочу зазначити, що активно до мутації виступав і її син Олександр Десятник. Зараз він знаходиться у перехідному періоді, але ми його називаємо нашим місцевим Лобертіно Лоретті. Тому що він надзвичайно харизматична дитина, він надзвичайно вокальна дитина і є також окрасою нашого Вітовського краю. Так що ви предлагаєте щось послухати. Ну один раз же ж ви прийшли і в одну із передач, которую ми вместе з вами провели, показали цього мальчика. Ну ви назвали його фамилию по-другому. Олександр Десятник. Олександр Десятник. Ну тут понятно почему, да? Это по мужу или, да? Ну все були в восторге, конечно. Так что, ну бывает же, что яблоко от яблони далеко от откат. Недалеко. Недалеко тут оказалось, да? Ну давайте послушаем этого вашего сына. Давайте послушаем еще раз. ПЕСНЯ Скажите, девушки, подружки вашей, Что я без пыль ночей, а не мечтая, Что все красави, Она белей и краше. Я сам хотел признаться ей, Но слов я не нашел. А те прекрасные Огонь я пошою Скажите, что ему Скажите, что ему На счастье для нежной морю, Что между страстью Как цепью непрекома, Что без нее в душе моей Тревоги не уняй. ПЕСНЯ 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 Браво, вам, Таня, есть чем гордиться в жизни. Вот чтобы мне не задавать сейчас дежурные журналистские вопросы, вы так свою путь вокальную в жизни чуть-чуть проследили. Я хочу, чтобы вы и как мама, и как педагог, но вот с самого начала, как вы его родили, когда он первый раз закричал в роддоме, вы почувствовали, что это будет хорошо поющий мальчик или нет? Ну, если честно, не почувствовала. Нет? Вообще у нас изначально как бы у него даже слуха не было. Что вы говорите? В пять лет он пел мимо нот, очень точно все пел мимо нот. Потом он ходил вместе со мной в музыкальную школу, дети учились, и он сидел рисовал, слушал. Ну, вот он находился возле меня, и в конце учебного года он запел таким голосом, ну, вот, можно сказать, таким же. А с чем же секрет? Что случилось? Ну, о том, что маленькие дети, они очень хорошо воспринимают музыку, они впитывают в себя все. Если им хорошее что-то давать, они запоют, выучат там, я не знаю, что. Поэтому он так целый год учился, учился сам. Вот, оказывается. Да. Потом, конечно, мы старались, учились, развивались всячески. И получился такой Саша в десятник. Вот как раз вопрос к вам двоим. Вот почему. Смотрите, достаточно в районе таких музыкальных школ и таких преподавателей? Потому что, видите, этот ребенок был рядом с поющей мамой. А сколько есть там просто людей, которые, ну, неподступны к этому и не знают. Может, они вот так вот и пропали бы, щетно у них бы это было, если бы они не пришли к профессиональному педагогу, к профессионалу. Вот ваше мнение по этому поводу. Хочу сказать, что життя в селе, оно как на долоні. Усі одного знают. И если появляется дитина, появляется у нее божание заниматься творчостью, то это в селе надзвичайно пометно. У нашем районе есть целая низкая разноманитных закладов культуры. Как клубного типу. Это будинки культуры, сельские клубы. Так и дитячие музыкальные школы. Укомплектованность кадров самих дитячих музыкальных школ у Витовского района складает 98%. То есть, каждая дитина мает возможность найти свой хист благодаря профессионалам из «Великой литры», которые занимаются, ну, сейчас ведут мову про дитячие музыкальные школы. Дитина может заниматься не только вокальным мистецством, хореографией, декоративно-прикладным мистецством, театральным мистецством. Усе это обеспечивает початковое специализирование мистецкие навчальные заклады школы эстетического хитовского района. То есть, мы, Катерина Александровна, пытаемся наблюдать ситуацию щодо новых ростков творчостей, щодо новых творчих дитячих одиниц, поддерживать их и популяризировать их творчость. И сейчас, користаясь нагодой, хочу, чтобы Катерина Александровна деколькими словами проанонсировала захід, який будет 15 числа у Миколаевском академическом художньо-российском драматическом театре за участью Татьяны Дубчак, как приклад бурхливого академичного вокального життя Витовского района. Пожалуйста. Дорогие друзья, как мы уже анонсировали ранее, 15 июля в 7 часов вечера в 19.00 в помещении Русского театра, в Летнем дворике театра, состоится сольный концерт Татьяны Дубчак, в котором будут участвовать также артисты театра, вокалисты нашего театра, Денис Мисанчук, лауреат международного конкурса. Это будут ребята, которые участвуют в постановках Русского театра, то есть профессиональные артисты, актеры. Концерт будет состоять из вокальных и литературно-музыкальных произведений. Татьяна на этом концерте будет петь и классику, и оперетту, и романсы, старинные романсы авторские. Это будет и современная музыка, и джаз. Мы постарались разнообразить нашу программу как можно больше, чтобы каждый из слушателей нашел для себя что-то приятное и то, что заденет его. Но я думаю, что любое произведение в Танином исполнении будет достойно вашего слуха, и надеемся, что и мы получим удовольствие от концерта и принесем вам еще больше удовольствия. Мы с радостью ждем вас 15 июля в 7 вечера в Русском театре. Я хотел вот что спросить. Ваши мечты, Татьяна, уже сбылись или нет? Знаете, я хочу сказать, что они потихонечку сбываются. Какие могут быть самые заветные мечты для певицы, можно так сказать, это быть на сцене, это иметь своего зрителя. И я думаю, поддержка близких, родных. Ну а что будет с Сашей дальше? Сашуня у нас готовится к поступлению в музыкальное училище Николаевское. Дальше мы будем заниматься, продолжать заниматься вокалом. Вот, и я думаю, что у него еще все-все впереди. Спасибо, что пришли. Приятное у нас знакомство. Оказалось, сначала я познакомился с Вашим сыном. Ну а теперь, слава Богу, и с Вами. И я рад, что это случилось. Успехов Вам творческих и жизненных успехов. Семье, чтобы все было хорошо. Ладно, передайте привет Вашему супругу, который, наверное, вместе с Вами живет мелодиями. Вот, всей семье, которая у Вас есть. И всем односельчанам. Спасибо, спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»